Карл Чапек. Несколько заметок о народном юморе. Если хотите убедиться в этом, посчитайте сами, как мало в литературе женщин-юмористок. В некоторых жанрах, таких как героический эпос, детектив, комедия и трагедия, пальма первенства принадлежит, пожалуй, исключительно мужчинам. Во-вторых, я бы не без удовольствия засвидетельствовал, что юмор в основе своей имеет народный характер. Ни Лаэрт, ни Фортенбрас, ни Король Клавдий не обладают таким чувством юмора, на какое способны знаменитые могильщики из Гамлета, и не потому, конечно, что Шекспир считал ремесло могильщиков таким уж веселым. Он просто понимал один весьма реальный факт, что могильщики скорее станут шутить, чем короли и рыцари. Если выразиться более обобщенно, бедные люди больше склонны к шуткам, чем богачи. Этим я не хочу сказать, что бедность сама по себе комична и вызывает у бедняка неодолимый смех. Нельзя также сказать, что нищета, безработица, голод и состояние угнетения располагают к разгулу и безудержному веселью. Я имею в виду относительную бедность. Это беззаботность людей, у которых здоровые руки и, по крайней мере, кусок хлеба с колбасой к ужину. Ручаюсь, что трое каменщиков по части шуток способны на большее, чем 14 министров. Два шофера обменяются при встрече более остроумными замечаниями, чем два банковских управляющих. Почтальон куда больший шутник, чем директор почт и телеграфа. Приматор города Праги гораздо меньше склонен к игривости, чем рядовой служащий муниципалитета. Стоит человеку стать господином, в него сразу вселяется какая-то угрюмая солидность. Господин иногда позволяет развлекать себя. Народ развлекается сам. Господин иногда рассказывает анекдоты. Народ разыгрывает их в жизни. Юмор — явление по преимуществу народное. Подобно тому, как жаргон — язык народа. Да и сам юмор тоже своего рода народный жаргон. Давно известен тот многозначительный факт, что способность весело и беззаботно шутить — привилегия социальных низов. Еще со времен латинской комедии в роли шутника выступает бедняк, пролетарий, человек из народа. Господин может быть только смешон. Отчего бедные люди шутят охотнее, непринужденнее и больше, чем господа. Вопрос не в том, почему шутил Улиншпигель, а в том, почему шутит поденщик, ассенизатор, между тем, как министерский советник, скажем, выполняет свою работу с выражением угрюмым, почти страдальческим. Это неспроста. Физическая работа не истощает мозг до такой степени, как составление актов или проведение экзаменов в школе. Рабочий наработается, как лошадь, наломает поясницу, ног под собой не чует, он хочет пить, как собака, но голова у него ясна. Мозг не онемел, язык не устал от излишних речей. Если можно так выразиться, он накопил в себе интеллектуальную энергию. Он долго молчал за работой, и теперь у него, наконец, развяжется язык, ему станет легче, когда он заговорит. У него было время обдумать, что он скажет товарищу. Конечно, он будет над ним потрунивать. Вагоновожатый еще за квартал до остановки знает, что он крикнет старику-стрелочнику. Окончив работу, человек доволен, что избавился от изнурительного труда. Почему бы ему теперь немножко не проехаться насчет своей Марьяны или своей старухи? Интересно, что больше всего шутят, когда приходится кричать. Портные, например, переговариваются негромко и поэтому серьезно. Каменщик же на лесах, обращаясь к помощнику за кирпичом, должен кричать, и крикнет он что-нибудь краткое, но убедительное. Чем шумнее работа, тем ядренее юмор. Необходимость кричать прямо так и физически влияет на выбор слов. Человек употребляет слова сильные, веские и разудалые. Слова, рожденные в грохоте, бывают, соответственно, выразительными. Мужская работа, мужской юмор. Шум шутки, табака, выпивка неотъемлемы от мужчины друг от друга. Сам шутник из народа никогда не смеется. Он шутит и не разразится мелким, писклявым или хихикающим смешком, каким смеются женщины. Он отпускает свои остроты совершенно невозмутимой миной. Смешок скорее пристал женщинам. Мужчина, когда острит, держится, как индеец во время пыток, бровью не шевельнет. К этому его обязывает этикет народного юмора и, я бы сказал, его мужское достоинство. Однако обстановка мастерской и трактира лишь создают условия для юмора, но еще не являются его источником. Я не собираюсь отстаивать мнение, выраженное в народной песне «хорошо живется в мире без копейки за душой». Если бедняки обладают чувством юмора, то не потому, что у них ничего нет за душой, а потому, что они общительны по природе. Между ними царит известное равенство и солидарность. Они понимают, что связаны друг с другом почти как одна семья. Богатых тоже связывают общие интересы, но они не доверяют друг другу. У них слишком много причин относиться к подобным себе настороженно. Собственник не верит собственнику. Кулак, зажиточный крестьянин, с неприязнью смотрит через забор соседа. Неимущие же не задевают друг друга острыми углами собственности. Они ближе между собой, чувствуют локоть друг друга, они могут при встрече говорить на «ты». А без откровенного взаимопонимания нет и шутки. Каждая шутка требует отклика. Домовладельцы в обед не кинутся гурьбой на улицу, чтобы поиграть в футбол, а рабочие это делают. Собственность — это не «teamwork» — коллективный труд, английский. Как большая часть физических работ, собственность разобщает людей. Шесть разнорабочих копают одну канаву, но никогда шесть крестьян не пашут одно поле. Шесть чиновников не составляют один акт. Шутка чаще всего рождается в коллективе, будь то мальчишки в классе или рабочие в мастерской. Юмор — продукт социальный. Индивидуализм способен в лучшем случае на иронию. Но дело не только в собственности. Если человек чувствует себя господином, то есть особый важный и имеющий вес, то он вообще как-то боится шутки, боится быть скомпрометированным. Его достоинство легко уязвимо, его нетрудно оскорбить, нетрудно принизить его репутацию. Поэтому человек, обладающий весом и властью, с почтением относится к себе подобным, остерегаясь подойти слишком легкомысленно к положению коллеги. Господин советник почитает другого господина советника. Пролетарий же подтрунивает над своим собратом. Чаще всего народный юмор — это задирание, насмешка, издевка, разыгрывание, добродушное подшучивание. Видняки не склонны к взаимопочитанию. «Мы одного поля ягоды», — как бы говорят они друг другу. Редкая шутка не задевает или не высмеивает кого-нибудь. В этом отношении человек из народа не страдает аристократической обидчивостью. Если один из них скажет другому «ты осел», то это не оскорбление, потому что они равны. Шуту дозволялось подсмеиваться над королем только потому, что по праву безумного он становился ему равным. Королевский министр не осмелился бы на это. Юмор с трудом преодолевает социальные барьеры. Мир юмора — мир равенства. В этом основа его народности и демократичности. Существует юмор висельников. Иногда шутит и человек, поднимающийся на эшафот. Но, насколько мне известно, никогда не существовало коронационного юмора. Видимо, человек, восходящий по ступеням трона, делает это ужасно серьезно и шутить на эту тему не намерен. Выходит, что шутят скорее в затруднительном положении, попав в беду, чем на вершине счастья и успеха. Юмор противоположен пафосу. Это прием, с помощью которого события умоляются, как будто на них смотрят в перевернутый бинокль. Когда человек шутит о своей болезни, он умоляет ее серьезность. А если бы император на троне острило в своем правлении, то заметил бы, что оно вовсе не такое уж великое и славное. Юмор — это всегда немножко защита от судьбы и наступления на нее. Шутка скорее порождается чувством неудовлетворенности, чем довольством и блаженным состоянием духа. И если бедняки острят больше других, то не от того, что им хорошо живется, а потому, что они ищут облегчения. Хныкать прилично старым бабам. Мужчина или ругается, или шутит. И если речь идет не о политике, то чаще шутит, чем ругается. Он хорохорится, делает вид, что ему все ни по чем. И потом работа, нужда, жена и дети в том состоянии насмешливой удали, в какой он себя приводит, все эти тяготы не могут его согнуть. — Эй, Марьянка, куда? Возьми меня с собой. — А что? Моя старуха обождет. Все равно сегодня на ужин одни фазады, а я их терпеть не могу. Но нет. Помимо всего этого, и несмотря на все это, есть еще одна удивительная особенность. Известная жизнерадостность бедноты. Я бы сказал, наивная ребячливость. Эти люди играют больше других. Их жизнь тяжела, но не исчерпана. Принято говорить «старый мир», «старая цивилизация». Мы знаем старые нации, старые империи и старые режимы, но мы не можем сказать «старый народ». Народ — это не наследие прошлого. Он живет сегодняшним днем и потому всегда живет в настоящем. Предоставленный самому себе, он живет мгновением и импровизирует свою жизнь в каждую данную минуту. Непосредственность и немедленная реакция и есть, собственно, источник юмора. Человек из народа не заглядывает далеко вперед, он живет сейчас на этом месте и стремится использовать что можно. Его юмор — вечный комментарий к жизни. Поэтому народный юмор нельзя записать или сохранить. Тем не менее, он всегда будет проникать в литературу и будет жить в ней по праву бессмертия, только уже под именем Аристофана, Рабле или Сервантеса. Иной человек, как говорится, ни к чему не может себя пристроить. Такие никчемные создания обычно поступают на службу куда-нибудь в библиотеку или редакцию. Тот факт, что они ищут себе заработок именно там, а не в правлении промыслового банка или областном комитете, говорит о некоем тяготеющем над ними проклятии. Я тоже одно время принадлежал к таким никчемным созданиям и тоже поступил в одну библиотеку. Правда, карьера моя была весьма непродолжительна и малоуспешна. Я выдержал там всего две недели. Однако могу все же засвидетельствовать, что обычное представление о жизни библиотекаря не соответствует действительности. По мнению публики, он весь день лазает вверх и вниз по лесенке, как ангелы в сновидении Якова, доставая с полок таинственные, чуть не колдовские фолианты, переплетенные в свиную кожу и полные знаний о добре и зле. На деле бывает немного иначе. Библиотекарю с книгами вообще не приходится возиться, разве что измерит формат, проставит на каждый номер и как можно красивее перепишет на карточку титул. Например, на одной карточке. Зауралик Феликс Ян. О травяных вшах, а также о способе борьбы с ними. Истребление их и защите наших плодовых деревьев. От всех вредителей, особенно в Младоболеславском округе. Страница 17-я. Издание автора. Младоболеслав. 1872-й. На другой. Травянистая вошь. Смотри о травы, а также о способе борьбы с ними. И так далее. На третий. Плодовые деревья. Смотри о травяных вшах и так далее. На четвертый. Младоболеслав. Смотри о травяных вшах и так далее, особенно в Младоболеславском округе. Затем все это списывается в толстенные каталоги, после чего служитель унесет книгу и засунет ее на полку, где ее никто никогда не тронет. Все это необходимо для того, чтобы книга стояла на своем месте. Так обстоит дело с книгами библиотечными. Книга, принадлежащая частному лицу, наоборот, отличается той особенностью, что никогда не стоит на своем месте. Раз в три года меня охватывает неистовое желание привести свою библиотеку в порядок. Это делается так. Нужно снять все книги с полок и навалить их на полу, чтобы рассортировать. Затем берешь из кучи какую-нибудь книгу, садишься куда попало и начинаешь ее читать. На другой день решаешь действовать методически. Сперва разложить по кучкам. Здесь естествознание, тут философия, там история и не знаю уж что еще. Причем в сотый раз обнаруживаешь, что большая часть книг не относится ни к одной из этих куч. Как бы то ни было, оказывается, что к вечеру ты все перемешал. На третий день пробуешь рассортировать как-нибудь по формату. Окончается тем, что берешь в охапку все подряд, как лежит, и впихиваешь на полки, после чего опять успокаиваешься на три года. Что касается способа пополнения библиотеки, то он обычно таков. Увидев в книжном магазине какую-нибудь книжку и воскликнув «Вот эту надо взять», торжественно несешь ее домой. Там месяц оставляешь ее валяться на столе, чтобы была под руками. Потом чаще всего даешь кому-нибудь почитать или в этом роде, и книжка бесследно исчезает. Где-то она, конечно, есть. У меня целая огромная библиотека, которая где-то есть. Книга относится к тем удивительным предметам, которые обычно ведут какое-то полупризрачное существование. Они где-то есть. К этому разряду вещей принадлежат одна из двух перчаток, ключи, домашний молоток, воинский билет и вообще все нужные документы. Все это вещи, которые невозможно найти, но которые, однако, где-то есть. Если человек недосчитается сотенной бумажки, он не говорит, что она где-то есть, а говорит, что потерял ее или что ее украли. Но, недосчитывая, скажем, похождений Антонина в Андрейца, я с истинным фатализмом говорю, что они где-то есть. Понятия не имею, где находится эта книжная «где-то». Представить себе не могу, куда деваются книги. Думаю, что, когда попаду на небо, как предсказал мне господин Гетц, первой райской неожиданностью будут для меня все мои книги, которые теперь где-то есть и которые я найду там аккуратно расставленными по содержанию и по формату. Господи, какая это будет огромная библиотека! Представьте же себе, что было бы, если б книжки не имели удивительного свойства мало-помалу затереваться. Сколько бы их развелось на белом свете! Держу пари, что они не поместились бы в наших квартирах, даже если использовать чердаки и подвалы. К счастью, книги наделены замечательной способностью постепенно исчезать и быть где-то, вне опасности, что мы их обнаружим. Книг не выбрасывают и не сжигают в печке. Их исчезновение окружено тайной. Они где-то есть. Спасибо. Отдаю. Я отношусь к нам-ibра. Продолжение следует...